Я люблю Держинское, хоть так же Каты Клинское. Ты нам сейчас скажи, куда мы едем. Мы сейчас едем в магазин. Там работает моя Людка. Она такая вот зажигалка, несмотря на свой уже такой... Мы за самогоном к ней едем? Да. Она сама гонит. Только вы никому не рассказываете. Ну, понятно. Ребят, никому не рассказываем. Никому не рассказываем. Она сама гонит. Не, она не продает, она гонит и дарит. У него лучше в мире самогон. Да ты чё? О-о-о, лучше в мире самогон. Та-ти-ракита-та-та-ти-ракита-та-та-та-та-ти-ракита-та-та-ти-ракита. Ты чё, нам 5-литровку приготовила, что ли? Нет. Это нам. Вам сколько надо. А сколько есть? Ну, мы себе оставляем. Мы давай сми работаем, после вас сми свободные. Люд, ну нам... Сколько есть, только давай. Сколько есть, только один. Ну она ещё не охладилась. Хватит, да, Лесервис? Только с этого что ли? С печи только? С пылью с жаром? Нормально. Люд, сколько награлся? 55. Что это? Озеро или что-то? Это река Усолка. Река Усолка. Ну, она с дамбой, да? Да, вот там дамба. А там? Там тоже? И там дамба. Видал, что делать? Ребята, где нырять, чтобы до дна не достать? Да хоть иди. Ребята, короче, одеваю эту крышку, вот эту, глухую, и ныряю вместе с вами. Река Усолка. Ой, Дзержинский район. Мамочки! А че вода такая желтая? Это нечто. Нырнуть в реку Усолка в Дзержинском районе. А сколько километров до Красноярска, кстати? 470? 370 километров до Красноярска. Ой, а че таки, а че такие камни острые? А вот они, олводы, слепни. Одздздздздздздздздздздз, едем заселяться. Двух звездочная гостиница. Ты куда? То есть я туда нырял, да? А ты мне тут засываешь эти реки. Усолку сибирскую. Вот наша гостиница. Вот рецепшен. А где рецепционист? Рецепционистка. Там мы заселились, у нас номер, люк с Михалычем, с туалетом, с умывальником. Ты еще скажи, что живем в изоляторе номер один. Да, называется изолятор номер один. Так, куда мы едем, расскажи, Гена. На ужин. На ужин, на ужин едем. Пушить, пушить. А по ужин будет? По ужин был уже. Почему, это полдник, это полдник. Это полдник. А по ужин это булочка и кефир должен быть. Да, будет, будет тебе кефир. Говорила мне мать золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Расскажите вас, куда возили-то, девчонки, девочки. Нас возили в самошедший дом. Ну правда. Куда вас? Почему вас вы сидели? Мы возили, нас возили, мы ездили в психоневрологический диспансер. И что там? Который находится в деревне Улюколь. Там очень творческие люди. Может быть даже более творческие, чем все мы. Подожди, а нас бы там приняли за своих, нет? С Михалычем? Легко. Ой, точно, легко. Михалыч, понял, как надо было заселяться? Если бы вы сделали оригами, то да. Да, запросто. Ну что ж вы мои коровки, дорогенькие. Как здесь коровки? Находитесь в столовой, в Зижусской среде школы номер один. Здесь я когда-то, 20 лет назад. Учился? Учился и ел. Приятного аппетита. Секи, секи туда. Как варьина, взаимно. Взаимно. Ты запомни, сынок, золотые слова. Хлеб всему голова, хлеб всему голова. Здрасте, как вас зовут? Здрасте. Ирина Валерьевна. Ой. О, спасибо. Что нас кормите? Что делать? Я не пожалела, только картошечку. А где руки помыть? А руки помыть в лопу. Эх, хоть дорожка. Фронтовая. Не страшная она, бомбежка любая. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома. В Дзержинском, в Дзержинском дела. Подожди, у нас же привезли в баню. Сейчас в баню поедем. А, и там же душ. Ирина Валерьевна, дайте вам поцелуй. Давай. Спасибо нашим поварам, что очень вкусно. Они каждый день кричат. Как они кричат? Ну, вот так же, что очень вкусно. И правда очень вкусно. Нас привезли в автобаню после столовой сразу. Вот она, автобанька. На газике, на газике запитанная. Подожди, мы слышим вас, автоботы. Мы слышим вас. Придет время, вы очнетесь, но пока не время. Гена, а Гена? Почему-то у тебя объектив в длине стал, как ты с девушками стал общаться. Ага, 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 ага. Пошли, посмотрим, что там у тебя. Что там ты предлагаешь вообще-то? Что ты предлагаешь? А, все, тупо баня и все, что ли? Я думал, что это комната отдыха. Гаска, 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 Михаил, спрятай, 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 спрятай. Олег, Олежка, привет. Как? Алексей Николаевич, ты явно не снимаешь. Никак. Ты же никуда не выставил. Если бы ты выставил бы это куда-нибудь в газете. Ты смотри, секунды идут. И что? Алексей, ну расскажи, в чем проблема? В чем проблема? Надо подожди сделать. Просто снять, тут можно без слов разобраться. В чем проблема? Ну, в чем проблема? Не подойти. Детям где купаться? Вот здесь. А где, ребят, здесь? Ну, вот только тут, я говорю, что до коров не хватает. И все. А так нормально. О, коров. Раньше было лучше или как? Раньше? Нет, раньше было много вообще. А в чем? Нет, почему? То есть, потому что дамп не было? Запустили просто речку и все. Никто не следит за этими делами. Да. Вот, видишь, такого никогда не было. А, что, камуширы эти посередине? Да, вообще было все чисто. А, подожди, получается, просто упала вода, да? Да, она и падает, там ночью, там все, короче, там еще. Все сверху. Подожди, ты не местный, а зачем тогда говоришь? Кто не местный? Я здесь свежу. Ну, я сейчас почти, я уже сейчас местный. А вообще не местный. Второй день как местный. Нет, подожди, Алексей, вы объясните, что он уже сделает. Вот вы говорили, если критикуете, предлагайте, что он уже сделает. Для Алексея сделать пляж хорошее. Вот эти кусты как в центре убрать? Все, надо все убрать. Ареораторы или как они называются, господа? Чем и кто этим занимается? Чисткой, не чисткой? Берега, не берега, кто этим занимается? Вот они пускают, думают. Сейчас я попробую, я там встану. Все, вот. Так потому что вода меньше. Кони, почему меньше? Вода маленькая. Так может там просто меньше воды сверху идет? Может, на одну-то все-то там все есть. Это возможно, но должно же это регулироваться, правильно? Если там меньше, значит туда приезжают. Рыбы вообще нету. Нет, а там дальше они, видимо, уже поливают все равно с этого, после вашей дамбы на полях. Нет, там дамбы все. Там шлюзы. Нет, после дамбы. Там же люди тоже, наверное, поливают эти поля свои или чего. Какие поля? Да нету там вообще ни поля. Там после дамбы пошло и пошло, и хрен знает куда она пошла. По вашей логике, после дамбы жизни нет, да? Нету. Нету. Вот-вот там вообще нету. Ни до дамбы, ни после дамбы. Просто вот, заходят в войс. Короче, есть только Край и Дзержинская, больше нету ничего. Ну, есть администрация, районная администрация. Там Ашаев сидит. Почему к нему не прийти на прием? Ну, и сказать, сделайте это, сделайте это. А он выслушает хорошо, хорошо. Нет, подожди, давай по-другому вопрос дам. Приходили к нему? Нет. А смысл? Люди ходят. Смысл? Ну попробуй. Дороги плохие. Нет, ну сейчас ты рассуждаешь, что... А смысл? А ты приходил к нему? Я вас умоляю. Нет, ну, ребят, ну как? Вы даже не приходили к нему, получается? А смысл? Как будто вы не знаете. Как будто... Все, первые темы. Знаем. Почему? Знаем. Вот именно что знаем, что... Когда пришел и попробовал, но не получилось. Может быть, он услышит вас, правильно? Нет, это бесполезно. А он сам что ли не видит? Зачем слушать? Если он нормально, если он себя выбрал, если он себя... Почему он себя выбрал-то? Преподавствуют, люди его выбрали. Вы же его выбрали. Ты видишь, ебаный в рот. Я вообще не голосом. Если у тебя вот хуёло, ну ты сам сюда приедешь. Ну как отдыхать? Не матерись. Своего ребенка пусти, пускай слухают, нахуй. Обращались к главе района? Нет. А все обращаются. Кто все? Все, ведь, все. Фамилии, фамилии. Явки, фамилии, явки. Явки, пароли были. Повинно, пошли, Олег, короче. Хороший разговаривать. Ну и так уже много. Давайте, ладно, мужик. А завтра расстреляют, нахуй. Ну, кто? Да ну никто, это ничего, никто. Я, братцы, позоволь. Ну и да, не зря я. Пошли. Давайте, пожалуйста. Там уже мороз уху. Здесь, все. Слушай, ну вот мне самое главное здесь, что... Если мы строим гражданское общество, я сейчас как называется, как Навальный говорю, ну реально, вот просто к главе района обратитесь. Соберите бумажку. Есть всегда, когда вы обращаетесь в администрацию, вам всегда входящие ставят документ, типа, обратились. Все. Три месяца обращались, ничего никто не отвечает. А почему не отвечают? Значит, что надо идти... Не реагируют на местах. А надо идти в краевую администрацию. Ночь в музей сейчас здесь будет проходить. Это музей у вас? Да, наш музей. Ребята, только подъехали, подбежал. Как зовут? Серега. Серега. Сын родился, Серегой назвал. Серега, сколько лет? Нет, Серега, расскажи вообще, чего ты подбежал к нам? Ребятам расскажи. Вас давно хотел увидеть. Здравствуйте. Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Серега. Дмитрий. Добрый. Добрый. Дмитрий, мы все дома. Товарищ мемор, как обстановка у нас? Не забывай. Обстановка в районе спокойная. Ну мы видим, что мужиков мало, а женщин больше, чем мужиков, да? По статистике. Вы имеете в виду демографическую ситуацию? Да, да, да. Ну поэтому что и спокойная обстановка, что женщины так не бурянят? Правильно? Вы, я понимаю, главный здесь, в районе? В общественной безопасности. Заместитель, значит. А вы? Заместитель главы района? Заместитель главы администрации. По каким вопросам? По самым социальным. По социальным вопросам. Теперь к вам вопрос, а вы? А мы из Красноярска снимаем видео, снимаем видео на всю Россию. На все русскоязычное население мира. Да, на СНГ. Да, на всю СНГ. Да почему на СНГ, там Англия, США. Вы будете прославлять данные мероприятия. Почему, вообще и ваш район. Мы сейчас только что купались, у вас, вы что, у вас вообще супер. В школе поужинали, нормальным? Вообще класс. С алкоголем даже. Лежинский район, ну, мы где сейчас? Ну вот Рождественский. А еще я и говорю, что мы в село вселили Лежинское. Оно было до 27-го года Рождественское. Мы сейчас здесь находимся. Здесь получается Стасеевский район, здесь Сухобузенский, здесь Каннский район, а здесь Абонский. А здесь Илькутка, вот здесь? Да. Это вот, кстати, первое, в 1725 году, это первое деревень, вот они, их стоило, вот эти, знаете, их там 10 было этих срубов, они сделали хороших. О, шариков, полиграф, полиграф. Эх, яблочко, куда ты кофеешь? Да по тарелочке. А теперь просто снимем с компьютера, как у меня. Да, я спою. Эх, барышня, шуба белая, шуба белая, кожа ценная, кожа ценная, если дашь чего, вывешь целая. О, Михаил Иванович. Ну че, мать-то, с работы пришел, че там, готово, че? О, что такое за... О, Михаил Иванович, давай. Трейлер «Мир юрского периода». Да. Круто. А здесь че, динозавры родились? Тренер Юра Спасокукотский качался здесь вот, гантелей. У меня вот Ваня спрашивал, папа, как это переводится? 79-е, Спасокукотская. Спасокукотская. Извините, но это уже через чур. Через чур. Спотибу. Что, Владимир, на внимательность, берем картинки, находим по залам фамилии, приходим, три жетончика получаем, меняем на конфетку. Конфетки хоть с хреньком? Нет. Тогда мы не будем участвовать в ошибках. Тихо-тихо, там милиция. Нет, Кита, ты можешь сказать с удовольствием? Можно. От Коборов как отбывается? Ребята, в общем, ощущайся, как в пионерском лагере, как в Гренаде вот. Он, милиция вот стоит, вожатые везде. Мы взяли бухлишко и идем сейчас это. Где-то нам надо его распевать. А вон, директор лагеря, он стоит кусатый. Ребята, кто хочет открыть бизнес, в Дзержинский район, завозите средства от комаров, вы сразу сработаете миллион рублей, блядь. Какие миллионы? Миллионы. Группа Ранетки? Нет. Ой, так кукарская, да? Один, два, здравствуйте, друзья. Можно один вопрос всего лишь задать? У кого есть средства от комаров, скажите, пожалуйста, а? Тот станет миллионером на этой вечеринке. Здесь, здесь, здесь. О, спасибо. Как группа называется? Дети Польсмей. Дети Польсмей. Чтобы знать, чего я знала, никогда бы не нашла. Да горит хоть ерусталой, да разбириться дала. А что так назвали? Потому что в подвале. Потому что в подвале. Да? Да? Да. 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 Извините, пожалуйста, почему вы пели такую красивую песню без слов? Играли. Играли, да. Можно еще раз эту песню? Я придумал слова про ваш красивый город Дзержинс, девочки. Можно еще раз? Да. Тебя как зовут, гитарист? Максим. Макс, Макс, еще раз давай, заводи. Я придумал слова про ваш город. Давай, заводь. Только меня выведите погромче, пожалуйста. Меня в эфир выведите. Это песня про Дзержинс. Кое. На уе нет у меня рифмы, надо только на... Ну, готовы? Давай, раз, два, поехали. Я люблю Дзержинское, хоть так же как и Клинское. Но Дзержинское, я люблю больше, чем Дзержинское. Это же Дзержинское. А в Дзержинском самая лучшая администрация. А в Дзержинском самая лучшая администрация. А в Дзержинском самая лучшая администрация. Ну, а Макс, бакс, хитарит. И самое главное, что в Дзержинском самое лучшее население. Но хочется еще раз напомнить, что в Дзержинском самая лучшая... Милиция... И солистка группы в Поземельях самая лучшая... Стоп! Спасибо! Дзержинское, я вас люблю! Дзержинское, с новой лучшей! У всех настроение поднялось, теперь танцуем. Извините, пожалуйста, кто ждет исполнения нашей песни? Поднимите руки. А теперь проклятите. Ждем? Вартен. Вартен. Вартен это ждать, поэтому по-немецки. Он зарелитый хайст. Я-я. Ты хаст. Мич. Исполняет Евгений Пантилевич. Спасибо. Я как это, по листочку. Исполняет семья Редисоновых. Исполняет Евгений Пантилевич. Дзержинское, вы любите сами Дзержинское? Да! Пошли домой уже. Мы сфотаемся с вами. Пойдем. Пошли, пошли.